Первоклассники нашли улитку, убедились, что живая, отпустили. Рядом божья коровка. Процесс познания. Оказывается, что вокруг столько интересного. Сотрудники заповедника Утриш помогают расширить горизонты. Рассказывают, как пользоваться биноклем. С его помощью можно издалека заметить птицу и понаблюдать за ней, не спугнув. Даже привычные воробьи или вороны вдали от человека ведут себя по-другому. Всегда лучше увидеть, чем сто раз прочитать. Пощупать своими руками, побывать на природе и столкнуться с какими-то природными объектами вживую. Детям гораздо интереснее и полезнее, наверное, чем увидеть те же птицы на картинках в учебнике. Это скопа. Вот смотрите. Да, еще интересно эта птица тем, что эта птица питается рыбой. Прекрасный рыболов и основной вид ее пищи – это рыба. Скопу орнитологи выбрали птицы наступившего года. Она занесена в Красную книгу не потому, что их осталось мало, а потому, что это единственный представитель семейства скопиных. Как раз в это время эти птицы гостят в Анапе, направляясь на север. Ее можно встретить. Она редкая, конечно же, но можно на пролете встретить. И она особенно еще тем, что она очень похожа на чайку. Это как бы крупная чайка. Если вы увидите ее высоко, то у нее крылышки как буква «М». И окраска у нее своеобразная. То есть внизу она светлая, а сверху темная. Интересные экземпляры в Анапе можно встретить прямо в городской черте. Татьяна Ливеровская показывает черношейных поганок. Это еще не успела сменить брачный окрас. Но самое редкое – белое. Это называется леуцизмом, когда животное альбинос, но лишь частично. Татьяна живет в Санкт-Петербурге. Приехала в отпуск на пару недель погулять вдоль рек и лиманов. По профессии бухгалтер уже пять лет фотографирует птиц. Потому что цифровая фотография стала очень доступной. Я начала с обычных сюжетов, город, семья, а потом потихоньку перешла на природу и теперь снимаю только птиц. Они мне очень нравятся. Они красивые. Они летать умеют. Из улова начинающих наблюдателей за птицами в основном – голуби, вороны и чайки. Задача взрослых – показать путь конструктивного взаимодействия с природой. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.